Друзья, буквально на секундочку, ой, сейчас надо заглядывать мне, здесь надо уточнить одну вещь одного волшебника. Ну, ёлки-палки, не могу я открыть ватсап, там куча чужих фотографий, так что, Шамиль, кто вы, где, ё-моё-моё, ладно, пусть будет пока загадка, давай, как я люблю загадки, и пусть вы тоже ломаете голову. Итак, поехали по порядку. Итак, волшебник за номером раз, это сегодня. Жаль, не могу показать все видео по той причине. А-а-а, погодите, Ставропольский край, фами, почему я думал, Дагестан, извините, у нас всё, знаете, как, то тишина-тишина, потом столько навались на меня, я чокоса начинаю. Это, это, Россия, страна чудес. Поняли? Вот, а то я уже, это, многие называют страной дураков, страна чудес. Ну, ладно, до Шамиля дойдём. Давайте пока посмотрим на это дело рук одного из наших садоводов, подчеркиваю, нашего кружка. Вот. Так. Дело рук, его личный круг, смотрите. Вон он стоит, без монтажного пояса, я его сразу барсарфовал. Я же специалист по промышленной безопасности. Ну, ладно, не буду штрафовать, вот, просто пожарю. Итак, перед вами Казахстан, Аргадинская область, Абайский район, Кирилл Иван Фёдорович. Вы его уже знаете. Почему я говорю, я всегда удивляюсь, сколько следов талантов. Вот посмотрите, я это всё по делу говорю, потому что получается так. Или мы действительно клуб талантов. Вот. Или всё, что я говорю, и все, кто меня слушает, действительно из страны дураков. Давайте посмотрим. Латинков. Почётный металлург. Значит. Мизинов Олег Олегович. Значит. Шофёр-дальноборщик. Я бы ему сейчас вручил. Сказал, назначаю тебя, дай мне, у тебя мне власть. Директором этого же Брянского института. Пусть хоть научник работает. Вот. Сельхоз института. Вот. Потом этот самый. Вот наш строитель. Ой-ой-ой. Вот это. Это вообще. Я могу специально вам таблицу представить. У нас кто-нибудь все, кто талант. И вот, пожалуйста. Я у церковь построил. Ну вот, пожалуйста. И он же садовод. Смотрите. Добрый вечер. Это чуть устарело письмо. Но не главное. Главное идея. Смысл. Идея. Итак. Иван Фёдорович пишет. Добрый вечер. У меня в холодильнике около 3000 костей и 70. Будут лишние неизбежно. Могу ли я делать прямой посыл на ваш адрес? Я туда не ответил, Иван. Значит. Если кости мои, можно. Если кости по кругу собраны, нельзя. Ну, сами понимаете, почему. Значит. Только сейчас вышел ролик. Ролик. Ну, сколько там могло человек. 50 или 100 увидела. Ролик вышел сегодня. В Финляндии. Людмила. Замечательная женщина. Полностью мне доверяет. Это не шутки. Я серьезно говорю. Значит. Пока одну тему ее затронем. Потом будет еще одна. Значит. Семена от железа. Сенцы. Моих культурных. Ой, ой. В данном случае яблонь. Яблонь. У меня они часто заказывают. Яблонь. И вот они растут сенцы. По-моему, 9 из 10, что ли, люди. Вот. И тут же она для этих самых. Магазинных. Ну, магазинные. Они же прекрасные, вкусные. Все. Или были вкусные. Были бы вкусные, если бы их снимали бы не зелеными. Вот. И они и тех семечек насадили. Минус 35. Снег. Железовские. Выжили. А те все мертвые. Ну, что-то откровение пошло. Но это уже не то. Вот, пожалуйста. Чем они отличаются. Итак. Прямой посыл на мой адрес. Это значит. Вы, допустим. Ну, будете продавать. Ведь слово продажу. Вот тут есть ваше слово. Вот. Значит, я сразу говорю. Мое продавайте и ко мне посылайте. По технологии при продаже и сбытках. То есть, еще немного будете таким же торгашом, как я. Если да, то можно фото вашей памятки при продаже Саренса. Памятку я выслал. Так. Это та памятка, которую Татьяна Александровна, Железова, невестка, вкладывает в каждую посылку. Так. Здравствуйте. Поздравляю всех с православным праздником. Пусть все будут живы-здоровы. Вам больших успехов. Ваши интересы. Большой любви к земле. Матушки. У вас все замечательно. Идете к поставленной цели. Думаю, что любовь к земле заложена вас изначально. Жаль, что у нас именно в Караганде нет опытных питомников. Иван, это данность. У нас в стране, рядом в России, тоже есть опытные питомники. Они опытные в том плане, что научились так голову людям морочить. Так вот, не могу я уже это, питомник, который пишет, что питомник в Сибири, на самом деле, он находится по ту сторону Урала. Я показывал его. Почему? Там была моя фотография. Я имел право. Раз украли мне фотографию, значит, мошенники. Сейчас хотел их показать. Нет моей фотографии. Значит, смотрят. Кто-то им настучал. Что железо возмущается, что присвоили фотографию. Помните, какая была фотография? О! И тогда... Значит, я уже тогда не имею права сейчас. Фотографию убрали, поставили другую. Ну, конечно, тоже с интернетом. Но уже не мою. Так. А весь опыт питомников, это наворовать фотографии, выписать с юга. И так их, наверное, из 198. Почему? Потому что парочка-тройочка найдется. Настоящих. Идем дальше. Вот. Не хочется править... Это казахстанское. Править, что укладывается в науку. А наука должна продвигаться правильно, как у вас. Имеется в виду, не в России. Нет. В России то же самое, что у вас. То есть, никак. Это уже резон. Все это должно заложиться в школах, на уроке биологии. Дальше идти на опытах, как у вас. Вот, с оровлением... Я, наверное, не доживу. Наверное, не доживу. Все мои 293 лебинара. Плюс сотни статей. 5 тысяч фильмов. Вот. Четыре книги. Пожалуйста, раскладывайте, как хотите. Вот вам с 5 по 11 класс, пожалуйста, обучите детей тому, что принесет им пользу. Садоводству, огородничеству. Ну, немножечко экологии. Вот так должно быть. Вот. Идем дальше. Значит, Иван Федорович Кирилин. Я просто из ваших архива, я взял две фотографии. Представьте, что это еще весна. Это не осень, это еще весна. Вот. Сразу раз и... Пожалуйста, на постоянное место. Это просто показать ваш уровень. То есть, если человек умеет строить дворцы, для меня храм, дворец это одно и то же. Это слова-синонимы. Храм и дворец, а вы построили храм. Божий храм. Естественно, у вас руки такие, что для вас вырастет. Сайленс уже не самое трудное дело. Вот. Ну, теперь, на что мы надеемся? Что вы возле себя объедините, будете продолжать объединять казахстанцев. Потому что уж вас теперь наметили не про видео уж. Помните, вы мне представили фотографии, там, тысячи сайленсов, представили, якобы из России. Якобы. А на самом деле, через Россию. Вот. Сколько людей обманутых будет? А цены какие? Это же грабер. Теперь получается так. Там, когда закончим этот... Если вы меня слышите. Вот. А я, наверное, слышите. Я предупреждал, что покажу вас. Церковь покажу. Вот. Там, когда будет общение, вторая половина вебинара в конце. Так, я умудрился не записать ваш телефон. Собирайте вокруг себя народ. Принцип тот же. Гопцы, хлопцы, гоп до кучи. Все. Так. Здравствуйте, Валерий. Меня зовут Эдуард. Я из Подмосковья. ПРП. Мира доля. Я оплатил 834 за коллекцию ваших семян. Я не за этого сейчас с ним это... Дело в том, что, ну, захотел всех. Наверное, у него там целина, знаете, как у большинства из нас. Вот стоит вот так вот. У него 5-10 гектар. Он уже вынужден в отчаянии кедра и сосны садить. Вот. Как будто их там в ТГ мало. Потому что это некоторые описывают такие ужасы. Глиняная почва. Вот эта самая. Ежедневные дожди в одном месте. 45-48 в другом месте. В общем, и все равно все хотят сад, как у меня. Ну, я думал, что Эдуард такого же типа. Я ошибся, Эдуард. И вот. Если вы теперь наш человек. Тот, кто выписал. 8 тысяч рублей заплатил. 8 тысяч. За косточки. Это наш человек. Вот. Тогда что я попросил? Прислать фотографию вашего участка. Так. А теперь. У кого слабое нервы. Или слабое сердце. За валидолом. Оказывается, в Подмосковье может быть такие чудеса. Единственное, что я вижу, что там работал профессионал. Наверное, Эдуард. Это даже может не вы. А профессиональный садовник. Заметьте. Я не садовод. Я разделяю садоводов и садовника как две разные профессии. Давайте посмотрим на вас. Вы приготовились? Садоводов, сбегали? Подожду еще 10 секунд. Надо на вас телевидение натравить. Жалко, что я. Мне все связи прерваны с телевидением. Вот. А, знаете что? Ошибка вышла. Эдуард. Через две фотографии мы будем говорить о вас. Врывается в мою жизнь второй раз Фамиль. из Таврополя. Уверяет, год назад общались. И вдруг присылает вот это чудо как реальность. И это чудо стоит 200... Нет. Весит 235 грамм. То есть на 100 грамм больше моих рекордов. То есть не это. Я ошалел. Ну, как ошалел? Ну, представьте себе, что я, допустим, поставил мировый рекорд. Помните, Бромель 2,20. Я, допустим, прыгнул на 2,20. А в это время кто-то взял, прыгнул на 5 метров. Вот это тот самый случай. Итак, Шамиль. Вы меня слышите, не слышите? Вот я даже знаю, участвуйте в вебинарах. У меня только несколько... За минуту до вебинара прислали вот эти две фотографии. У меня есть своя фотография такого же веса. Случай был такой. Я ничего не упускаю. Значит, я в обычном магазине. Продаются среднеазиатские фрукты и овощи. И там, значит... А я всегда знал, что у них абрикосы... Никаких нет в Средней Азии, нет таких абрикосов, как у меня и как у вас. Вот. То есть они, как правило, 20 грамм, 30, 40 грамм. Они хороши, они прекрасны. Все хороши, когда это... Если бы поспевали на солнце, а они это, не в дороге. А так их не очень любят, но берут. И тогда вдруг я один раз увидел... А я же не мог пройти мимо. Огромные абрикосы, вот точно такие, как это. И фотографии у меня есть. Только когда бы я успел найти, если я ваш-то увидел. Несколько минут назад. Вот. Найду, в другой раз покажу. И там такой же размер абрикос. Никак, не меньше. Так. Значит... Тоже на весах. Я купил один. Принес домой. Мне стало интересно. И вот интерес проявился в чем. Я все-таки докопался. Когда я его съел, оказалось, косточка персиковая. И вот я сейчас смотрю. Вот бы... Что я от вас прошу. Ну, я уже написал вам ответ. Там, тут же среагировал. Пишите, съешьте вы там как. Если донесли, то... Есть еще там фотографии деревьев. Но деревья, ветки ломаются. Но они не выглядят такими огромными. Вот. А если это персик? Тогда это нормально. Подумаешь. 200-300 грамм. Середнячок. Короче, давайте разбираться до конца. А остальных я в свидетель беру. Хорошо? Вот он. Красавец. Вот. А, и уже урожай этого года. Поверю. Ставрополь на месяц все раньше занимает. Вот. Посмотрели. Теперь возвращаемся к Эдуарту. Итак. Вот он пишет. У нас была переписка год назад. Нет. Это все еще Шамиль. Шамиль, Шамиль. Вот. Два ролика выпустили. И вот он скинет фотографии. Я его вспомню. Но не помню я. Вот тут он мешался в самый момент, когда я готовился к вебинару. А как я готовился? Итак, Эдуард, теперь вы. Подмосковье. Я увидел эту фотографию первую. Сразу ошарил. Это сказка. Вот. Так. Кстати, уже что-то проясняется. Но давайте мы об этом потом поговорим. Наверное, в следующем вебинаре. Оказывается, это уже не его. Оказывается, это уже женщина с Волгограда. В общем, может, куда-то нас свет приведет. Но вы же знаете железо. Я все равно это буду копать до конца. Если персик, нормально, сиренчок. Если абрикос, выдающийся. А тем более, с Волгограда. А потом еще чай от рукава. Вдруг не той женщины, а совсем другой женщины. И пошло-поехало. Итак, значит, все опять вынуждено отвлекаться. Итак, Эдуард, Подмосковье. У вас есть данные. Вы прислали мне свои данные ради посылки. Ну, вы сами себе сказали. Меня зовут Эдуард. Значит, оставляем пока одно имя. Когда-нибудь у вас будет свой питомник. Дадим все ваши данные. Одна фотография. Вторая. Я когда вижу пруды в частном владении с рыбой. Иногда бывает. Даже перелеты утки могут тут садятся. Вот. Я начинаю малечку сходить с ума. Обратите внимание. Вот пруд, там второй пруд. Вот. А там еще и навес какой-то. А посмотрите, как сделано. Это... А, слушайте. Эдуард, ну-ка коритесь. Вы не хочется, ровец? А? Это не хочется. Надо умел вас выкопать экскаватором пруды. И сделать террасы. А? Все как у него. Мне многое уже не нравится. Смотрите. Вы мне... Общаясь со мной. Вы же не будете обижаться, если чуть-чуть начну тут нутничать. Вот. Ну, в целом. Ну, в целом, я говорю. Это мне надо бежать за валидово. Красотища, да? Теплицы какие. Ой-ой. А, и у вас все 20,5 гектара. Да. Где же такое место? А, наверное, лучше бы никому не знать это место. Теплица, смотрите, какая. Очень оригинальная. Я даже не понимаю, почему она должна быть такая. Если только вот эти вот растения разрастутся до огромной высоты, тогда... Ладно, не мое дело. Если что, расскажете. Вот. А вот это уже интереснее. Красотища. Да, и тут второй вариант. Если это не хочется, рассказать, эта самая технология. Тогда этот длинный-длинный ручей, который мы сделали... Перегородив его тамбы, сделали озером, прудом. С рыбой, и может быть даже с рыбалкой, и даже может быть там и карпов на это... Жирных на продажу. И такое может быть. И потратить такие деньги... Посмотрите, непросто это. Не, ну тут, правда, перил нету. А я же специалист по промышленной безопасности. Я у нашего Ивана Федоровича заметил отсутствие монтажного пояса. С цепями. А здесь я заметил отсутствие... Ну, это я так, смеюсь, фактически. Трезвый-то не упадет. Вот. Но перил-то нету. В 20-м лучшее, знаете, с самым занудным садоводом России. Идем дальше. Красота. Красота. Ну, тут есть и скульптуры. Я вижу много. Многолетники, однолетники. В общем, все это красиво. Но для меня все, что нет плодов, для меня это, как сказать, не так важно. Еще. Пусть вам завидует. Еще. 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 А вы знаете, сейчас добираемся до садоводства. Я все равно это, вас спокойно оставлю. Красота. Красота. Но это не все. Вот. Смотрим сюда. Да. Так. Я говорю, знаете, что-то тут не хватает. Правильно. Плодовых деревьев. Я пока их не вижу. Вот. Зима. Или осень глубокая. И вот смотрите. Вот это меня умиляет. Ой, как меня умиляет. А вот это вообще сказка. Наверное, вы тут новогодние ночи празднуете. Вот. А вот это вот, смотрите, ясный зимний день. И вы видите, это толщина снежного покрова, сантиметров 60-80. Ну, все ясно. Теперь вам надо будет. Вам повезло. Знаете, в чем? Что у вас неровная местность. Ну, с какими-то... Ну, то, что мы видели, да. Ну, вот это более-менее ровное. Овощеводство. Красивое. Ну, у нас так много места взлетать, что я... Это тоже... Это я нудю. Вот. Теперь смотрите. Наконец я видел дерево. Возможно, это дерево. Вот оно справа внизу. Возможно, оно плодовое. А даже посажено на холм. Вот. Не обязательно я мог научить. Он, может, сам догадался. Эдвард, может, вы сами догадались. Пока вижу дикоросы. Пока дикоросы. Теперь ближний план. Вот это вот типичная хольстерская панорама. Значит, пруд выкопан. Вот. Земля, к сожалению, то, что я вижу, скорее всего... Я только допускаю. Только как вариант, как фантазия. Что когда отсюда брали грунт, например, тоже эскалатор или бульдозер, то сюда получилось, что земля вывернута наизнанку. И теперь мы видим, наверное, эту глину. Как-то не растет. Ну, дальний план. В общем-то, я смотрю деревья. Я даже вот это деревья... Вот это же, которое самое... Самое правое. Нижнем углу. Вот оно покрупнее дерево. Вот оно побелено или покрашено. Это, скорее всего, декоративное яблони. Ну, по крайней мере, с виду. А вот тут вот эти вот, ближний план, ну, смотрите. Вот сейчас посмотрите. Вот. И мне сразу бросили глаза. Допустим, вы их купили где-то деревья. Ну, вряд ли вырастили сами. Вот одно, второе, третье. Одно тут явно не пошло. Еще одно было. Вот четвертое. Я вижу очень большие, длинные... Очень большие, длинные... Очень большие, длинные штамбы. Это ненормально, это неестественно. Оно как бы выглядит нарядно. И уже глаза привыкли к этим искусственным штамбам. Привыкли у миллионов. И никто не удивляет. Один я удивляюсь. Потому что, допустим, если вы купили шаженцы, они могли бы сразу такими быть. Да, потому что продажи огромное количество с длинными штамбами. Хотя это ненормально. И теперь мне не хотелось бы наступать на вашу, возможно, свежую мозоль. Вот. Общаемся сейчас. Значит, надеюсь, что все цело. Но дикий ураган, который был, он мог тут такого натворить. Выявили. А в первую очередь падают вот такие деревья. Я говорю, это... Неужели они выступали? Может, они не заметили этого урагана? Так. Тем более, тут какая-то защита есть. Чем выше, тем, вон, как в заросле. Возможно, все цело. Ну, а у кого-то, может быть, и сотни посадилось, и все сотни лежит. То, что показали, показали по телевизору не только центр Москвы, крупные вот эти вот микрорайоны. Там прям показывали, как деревья падают на машины. А в машинах люди всегда. А еще показали одноэтажную Москву, то есть окраины. И там были скверы. И эти скверы, буквально все было выворачено. А я знаю почему. Потому что эти скверы засаживались пять. Ну, я же вижу, там молодые деревья были. Допустим, центральное телевидение. Москва. Чуть ли не прямой эфир. Вот. И вот, допустим, сотни деревьев, да, такими седленными штабами, как вот эти справа. И они почти все лежат, и у них или выворачены корни, или они сломаны. А выворачены корни почему? А их такими садили. Два-три метра высотой, было четыре метра. Ну, вспомните эти субботники. Вот. А корней-то вот столько. И теперь вся эта работа показали сквер, который лежал с вывораченными корнями. Не знаю, за что мы так деревья не любим. То есть, люди совершили... Это вот прохожие. Просто жителям сказали, участвуем люди, с душой участвовали. Сейчас перед ними сквер разоренный полностью. Вот. Ну, а мне навеяла вот эту тему, вот эти вот самые деревья, которые наверняка бы покупали длинными штабами. До сих пор считаю. Еще... Еще к этому мы еще подойдем. Вот. Теперь Эдвард, хозяин вот этого, а в целом восхищен Эдвард. Готов поклониться. Это сколько труда! Я еще не все фотографии показал. Еще раз быстро пролистил. Вот эта вот красота. Это сколько труда! Да, тут работал профессионал. Кстати, можете мне даже сказать лично мне, или даже здесь, если вы слом смотрите, можете даже, когда будет общение уже, типа диалога, там, в самом конце, все-таки работает на вас профессионал. Теперь смотрим сюда, где ближе к делу. Есть ли возможно приобрести у вас саденцы? Мы устали мучиться, и не можем найти качественную саду за плодовую деревню. Если поодин. Это касается миллионов москвичей. Броньё дичайшее. Лохотрон гигантский. И никому не надо. И так. Если интересно, могу прислать фото нашего поместья. Спасибо, увидели. Позавидовали, валютованы, пились. Вот. Нам бы такой, такой бы, в этих фунде. И вот, меня Эдуард смутил только одно. Мы написали, у нас 5-7 тысяч шармсов. Я не спросил у вас, сразу-то не сообразил. А сейчас было поздно. А что такое 5 тысяч? Или у вас отдельный питомник, где вы выращиваете сами. Не обязательно там абрикосы, вряд ли. Или там персики, еще вряд ли. А может быть, это же самое, декоративники выращиваете. Туи, хвойные, и прочее, прочее. Вот. Или у вас действительно дадут флагану 5 тысяч. Если бы написали 5 тысяч посадочных мест, на 2 слага они бы не разместились. Никак. Тогда, получается, у вас где-то они плотненькими рядами сидят. Ну, разберемся. Ну, имея 5-7 тысяч шармсов, зачем вы хотите приобретать у меня? Вот вопрос. Идем дальше. И я правильно понял, что косочки эти, все, что у вас есть пока, да, в середине лета, что же я буду продавать? Садятся. Да, и желающие, и готовы сейчас купить. Но они просто не понимают, что это опасно. Теперь я скажу, да, вы задали очень мне полезный вопрос. Недостающих, но я еще косочек. Надо ждать очень весну. Да, надо ждать осень. До весны многие не доживут. Почему? Сейчас объясню. Не лучший год был. И брать не буду, и прибыли еще не буду. Так, теперь, я тогда взял, и вот это вот, отсюда начинается мой каталог. Только верхушка. Почему? Сейчас я объясню. Знали вы, не знали, на момент, когда со мной общались, что есть у меня скидки. Вот так они выглядят. Объявления. Для гостей вебинаров с сайта канала Железного. Косочки, абрикосов, сливы, вишен, черешин и семян 15 рублей сухо. Кодовое слово просто. Вот. Сейчас только сухие. И, конкретно, что я вам сейчас продаю? Вот. Королевские, крупноплодные, баи, фаины, амуры, т.д. Достаточно солидная коллекция. И еще, из сада пенистов, вы знаете, что это уникальный сад, который не, не испортен, то есть не смешанный сад, как у меня, а чисто культурный. Раз. Дальше, значит, кроме того, что, кроме абрикосов, вишни, черешни, груши, уссурийская, однорядная, фирма, баи, баи, и орехи. Так, скидки до августа. Налетай, подешевел. Поэтому, когда поспеет следующий урок, они будут, тоже самое, допустим, академик, 30 рублей, помните мы эти, поздний Филиппи, вот 30 рублей, а сейчас 15. Поэтому, а деньги, почему-то, мне уже сейчас, дожить надо, до зимы. Поэтому давайте, в первую очередь, а, Эдуард, вы же на 8 тысяч заказали, еще две книги передачи. Одна, правда, у меня оказалась, с этим, твердокорочная, а вторая, с мягкой коркой, или, как это произносится? Ну, вот эта. А, кстати, сейчас найду. Вот она, твердый перекрест. Так. Она, кстати, на почте, если вам не пришло от почты, я вам потом сообщу, этот номер квитанции. А вот эта в мягкой обложке. Ну, я подумал так, для чего нужно твердое? Это в день библиотеки, где они усолятся мягкие, и рвутся. А у вас, в этом, это, у вас будет много читателей в семье. Один, два, три. Вот это я вам отправил. Вот. Отчитался, Харидуанин. Это еще не все. Видите, вот вы спросили, твердое перекрестное. А я вас хитрил, это не обман. Просто, мне уже некогда было согласовывать. Сегодня просили водителя, наконец, моя племянница взяла за работу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.